В Североказахстанской области начали применять электронные браслеты для осужденных. В службе пробации рассказали о современном новшестве. Электронное средство слежения будет применяться к тем, кто нарушает установленный порядок отбывания наказания. Теперь отслеживать местоположение можно при помощи планшета. Браслеты подают радиосигнал по GPRS. Стоимость одного комплекта более 200 тысяч в тенге. В наш регион поступило более 140 браслетов. Наталья Аитова с подробностями. Браслет водонепроницаемый гипоаллергенный надевается на ногу. Заряда хватает до пяти дней. Если осужденный нарушит установленное ограничение, либо попытается повредить электронное средство слежения, сигнал о нарушении поступит незамедлительно. Также носитель материально ответственен за оборудование. Если он покинул территорию поселка, определенного города, так как у нас судами прописывается не покидать определенного места жительства в свободное от работы время, он получается, все вот эти движения, все его передвижения будут отражаться у нас на компьютере. Тут вплоть до зарядного устройства показывают, сколько у него осталось зарядки. Житель Петропавловска судим неоднократно. Мужчина не пожелал себя называть и показывать. Последняя его судимость за кражу на три года. За полтора года он неоднократно нарушал такие ограничения, как запрет на посещение определенных мест. Теперь с браслетом условия наказания придется соблюдать. Лучше, конечно, с браслетом здесь находиться, чем за решеткой. Но на работу можно ходить. После семи уже нельзя выходить из дома. Вы нарушали закон, получается, до этого, до браслета? Да, выходил, думал, что встречался с друзьями. Технология позволяет предотвратить возможные риски совершения повторного преступления. Если подучетный нарушает режим, об этом сразу поступает сигнал. Инспектор службы пробации тут же связывается с осужденным. Если фиксируется несколько таких нарушений, электронный надзор может быть заменен лишением свободы. Наталья Итова, Михаил Казначеев, Служба новостей.